И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Андрюха Рейс, добро пожаловать на четвертый этап нашей карьеры, моей команды за посты Росса, и сегодня у нас Китай. Китай в этой формуле мне понравился очень и очень сильно, и тут у меня реально был даже какой-то темп в практиках, и да, пока я вам показываю то, что нам не приехало два из трех обновлений, то есть нам приехало только износоустойчивость, а шасси с аэродинамикой у нас провалились, к сожалению. И мы сможем взять их только на следующий этап уже, и это очень и очень, на самом деле, печально, потому что мы могли уже заработанные тут ресурсы вложить в, например, двигатель, например, да. Практики были пройдены хорошо, кроме квалификационного темпа. Квалтемп опять не удался, у нас опять он провален, ну, в принципе, все уже к этому привыкли, что его невозможно выполнить. Новая ливрея на этом этапе, как я и обещал, и да, с камеронборда она выглядит как будто тупо черная, и там немного видно, что зеркала голубенькие, видно там немного фиолетового, но по факту в конце видео я еще там буду спонсоров наклеивать, там вы посмотрите, что на самом деле оно достаточно красивое. В квалификации я не смог, как обычно, выйти из первого сегмента, я просто достаточно хорошо квалифицировался по меркам вот десятой по силе команды. Первый сектор, кстати, я проходил достаточно хорошо, на мое удивление, у меня первая улитка получалась хорошо, и я прям удивился на то, что... Короче, я удивился тому, что машины тут реально поехали намного быстрее, чем в прошлой формуле. То есть, я потом еще зашел в заезд на время в Китай и поставил в топ-50 в мире время, и причем это был выход из минуты 30. А это достаточно хороший результат, я вам так скажу, в прошлой формуле вроде так даже не ехали. Ну, короче, это достаточно интересно, и Китай мне в этой формуле нравится. Короче, в принципе, завершаем мы наш круг. Да, гениальный компьютер, кстати, всем советую покупать. И, в принципе, срезав последний поворот, я смог показать позицию 17. Я вообще не надеялся даже выходить из первого сегмента, но по итогу перец улучшил достаточно сильно свое время, и я оказался в 18. А мой напарник 22. Гениально. По полной стартовой решетке у нас первый Вальтери Босс Льюис Хэмилтон, у нас второй, не обращаем внимания на время. Себастьян Феттель, Макс Ферсапель, Шарли Клера, Алекс Салман, Даниэль, Риккардо, Карлос Сайнс, Серхио Перес и Ландо Нори замыкает у нас топ-десятку. У нас еще есть штрафы. Штрафы у нас у Романа Грожана. Он откатывается на 22 позицию. Джордан Кинг из-за этого поднимается на 21. Ну и давайте же отправляться в бой с медиума и с переходом на хард. В принципе, дефолт стратегии. Стратегия в Китае. Ничего не наливал топлива. По сетапу ничего не менял я. Ну и в принципе отправляемся в бой. Газ у нас все пять огней и погнали. Газ не сордует Гран-при Китая. Стартую я, кстати, достаточно хорошо срываюсь с места. Сразу прохожу магнусно и пытаюсь найти себе место на внутренней траектории. Иду бок о бок, я с Живинасы и замечаю, как вят просто открытую внутреннюю траекторию. И, конечно же, пользуюсь этим и влезаю туда, уже выходя на целую 11 позицию. По внешней траектории думал пройти Акона, но все-таки внутренняя траектория тут была более выигрышная. Но они тормозят очень рано, в третий или четвертый это поворот. И я аж могу пройти Ландо Норриса, который стартовал из топ-десятки. Причем он стартовал на комплекте софта. Акон зачем на поле с красных эс как бок о бок, но у него это не получилось. Я ему траекторию закрыл. Ну, а так, я оказался 11 после старта. Вау! И я думал, что я сейчас просто буду достаточно далеко отваливаться от софтов. И как во Вьетнаме буду просто проигрывать позиция за позиции. Но я удивился тому, что этого не произошло. По старту у нас Вальтери Бот стартовал на комплекте софта. А вот две Феррари, Льюис Хэмилтон и Макс Верстаппин, стартовали с комплекта Медзю. Я заметил, что тут реально пофиксили баг, когда боты проходили, типа проходили в третий сегмент на комплектах Медиума. Например, в том же Китае, например, в Сингапуре. Кстати, зацените новую Ливрею, опять-таки, ее тут достаточно хорошо видно. Но тут этого не происходит, тут проходят только реально топовые команды. Феррари, топовая команда, кстати, да. Короче, выход из улитки второго у меня тоже получался просто идеальным. Я тут отыгрывал очень много времени. Подрубил все режимы, но, как обычно, с 8 передачи мы отрубаем. Отрубаем обгонную кнопку, потому что смысла от нее там особого и нету. Ну и, используя мега-дайв-бомбы, я смог пройти Норриса, кстати, даже без контактов. И все достаточно чисто. Вышел на десятую строчку, думал как-то удержаться за Сальсом, но это было бы очень и очень сложно. Потому что перед ним Перес его везет, а Перес это... Ладно, всех и так задолбалось сочетание розовый Мерседес. Ладно, на третьем круге я проворачиваю дрюк, как во Вьетнаме, перед зоной детекции, пропуская кого-то вперед, чтобы взять ДРС. Так я делаю с Норрисом. Норрис проходит вперед, я опускаюсь пока что на одиннадцатую строчку. Но Ланда будет сейчас огребать напрямую от меня, подрубив кем все что можно. Я просто открыл ДРС и смог его пройти. Но на мое удивление не так уж и просто, только учитывая то, что я сделал супер-мега-дайв-бомб при торможении за 150 метров. Но, в принципе, опять нейтральная передача, кстати, без контакта. Но я вернулся в десятую позицию и уже ОКОН начинает атаковать Ланда Норриса. Ну а на четвертом круге уже начинается волна пинстопов у всех тех, кто стартовал с софта. Я поднимаюсь уже на шестую строчку. На следующем круге у нас еще сворачивает Ден Рихерда, я поднимаюсь на пятую. Ну и, собственно говоря, потом у нас ходит Макс Ферстаппен, чего я, кстати, не показал долбик я. Ну и, в принципе, ничего особенного там не было, он просто припарковался, и это будет на позицию для меня. Также на двенадцатом круге я заезжаю, хотя по стратегии был тринадцатый круг. Я решил попробовать сделать андеркад, потому что увидел, что, да, топы на использованных медиумах стартовали, но все равно они заезжают на этом круге. Поэтому, чё б не заехать, как говорится, и взял, заехал, поменял комплект на хард и, к сожалению, выехал позади Латифи. А он меня достаточно сильно замедлил по ходу половины этого круга. Да, я от него получил ДРС, но я потерял гораздо больше, чем отыграл за счет этого ДРС. Мне его пришлось проходить аж в, получается, дуге в этой, в улитке, просто по внутренней траектории, с контактом его деснив, потому что он мне места не оставил. Ну и, да, взял ДРС, но все равно, кстати, обгол Свинский, но, как бы, он мне слишком сильно замедлял, он мог ехать быстрее. Да, логично. Короче, теперь передо мной уже Ланда Норрис в шести секундах, который заехал, конечно, на четвертом круге, перешел на комплект медиума, но круги на шестнадцатом-семнадцатом их ждет еще один пидстоп, причем еще раз на медиум. А какие-нибудь гении тактики будут переходить на хард, наверное. Ну, короче, я после волны пидстопа выехал гораздо впереди окона, больше, чем в трех секундах позади, и самое удивительное то, что отрыв-то я не так и быстро таял. Это меня реально удивило. Потом я поднялся на девятую строчку, ну, потом у нас сошел Серхио Перес и выезжает у нас с виртуальной машиной безопасности, и после нее у меня получился гениальный просто рестарт, прям тютелька в тютельку, после чего у меня было преимущество над оконом аж в четыре секунды. Потом у нас продолжается луна пидстопов, и Вальтери Бонс, который сортовал софта, который шел на тактику двух питов, берет себе на третий стинг-харт. Гений тактики, наверное, он в Феррари тайком был, и оттуда забрал к себе в Мерседес гения в тактике. Короче, ладно, самое классное то, что после всей этой волны пидстопов, второй у тех, кто стартовал из софта, я поднялся на пятую позицию. Причем за нее можно было реально бороться. Я отъезжал от окона, причем достаточно сильно, отрыв уже был вроде даже больше четырех секунд. Но, к сожалению, Алекс Албан, да, он любит у нас прорываться, и на 23-м круге он меня догнал. Ну и, собственно говоря, начал атаковать, при первой же попытке на длинной прямой он со мной поравнялся, но я его смог перекрестить. Поначалу я не хотел с ним бороться, поначалу я хотел его просто пустить, но потом увидел, что четыре круга до конца, и решил, что надо бороться за каждое очко. Ладно, у нас розовый мерседес по кличке Racing Point проходит окона, и окон уже начинает прям очень много позиций терять, и его там уже проходит и Гасли, или там Квят, кто-то из Альфа Таури. Ну, короче, на 25-м круге уже Алекс Албан меня атакует, делаю такой же трюк, как и с Ландо Норрисом, пропускаю его перед зоной детекции. Ну, достаточно хорошо за счёт своего медиума, который не так уж и изношен, выходит из улитки, но у меня же есть обгонная кнопка и обогащёнка. Подрубаю всё, что можно, чтобы его попытаться пройти, две десятки между нами отрыв вообще не тает, делаю дайв-бомб, но пролетаю точку торможения, причём достаточно сильно, и он, конечно же, этим пользуется и вырывается вперёд. Ну, а под конец я просто смог довести машину до финиша, и это шестая позиция на финише в Китае. Просто лучший результат пока что за нашу команду, и этот этап был достаточно хорошим, и он мне реально понравился. Также у нас ещё новый шлем, зацените мой новый шлем, он достаточно, как мне кажется, красивый. Я становлюсь пилотом дня, ну, конечно же, прерваться с 18-й позиции на шестую на ведре, это стоит внимания. Побеждать у нас знаете кто? Вот вообще не знаете. Мерседес! Причём Льюис Хэмилтон. Прям вообще неожиданность. Четыре гонки подряд вообще неожиданный победитель, согласны. Но на сей раз у нас не дубль Мерседесов, потому что у Ботуса была гениальная тактика. Вместо того, чтобы поехать в софт-медиум, медиум или квалис вообще на медиуме во втором сегменте, он ехал в софт-медиум-хард. Но хоть Ботус забрал лучший круг хотя бы, да. Он молодец. На последнем круге его отобрал. Ну и, в принципе, у нас две Феррари на подиуме, что мега нереалистично. Ладно, у нас Алекс Албон также финиширует пятый, я шестой. Дальше у нас Лэн Строу финиширует. Он, кстати, ко мне достаточно сильно подъезжал в последнее время, вот на последних кругах. Он у меня отыграл достаточно много. Также ещё этот опыт копится непонятно, хотя я в сего уровня купил, когда там на халяву раздавали по 6 рублей всё это. Ладно, у нас, кстати, в очках Даниил Квиад, дальше у нас Дадри Киада и Эстепанок, он только десятый. Прошу заметить, вместо 7 позиций он просто проиграл всё. Также у нас ещё у Романа Грожана гениальная тактика. Там вроде медиум-хард-софт-софт-софт, если я не ошибаюсь. Ну и в личном зачёте у нас достаточно много изменений. Я вырываюсь на 12-ю позицию, у меня теперь 10 очков в копилке. Так же, как у команды у нас 10 очков, и команда поднимается на седьмую позицию от титульного спонсора. У нас задача, кстати, быть вроде 8-м лич в командном зачёте по итогу сезона. Ну и, в принципе, Квяту я пока что проигрывал, к сожалению, в соперничестве. Джордан Кинк у нас повышает свой рейтинг пилота до 6-го уровня. Ну и команда остаётся у нас на 5-м уровне, а после этого этапа мы можем взять ещё одного спонсора. Ей! Также ещё добавляю нам деятельности. Я поставил финансовые события команды, потому что это хорошо влияет на настроение отдела. Да, как бы деньги списываются, но в принципе пофиг. Ну и также ещё надо было чем-то заполнить эти вот несколько дней. Думал выбрать участие в событиях F1 eSports, но выбрал рекламу спонсоров, а именно болиды. Также ещё у нас пока что ничего не вкачано из вот наших вот этих вот отделов, к сожалению. У нас всё так же водой поливают машину. Думал на симуляторе что-нибудь вкачать, но понял, что ну зачем. Также ещё взял зафейлившееся обновление шасси. Думал взять износа устойчивости или двигатель, но на двигатель нам не хватило ресурсов. А износа устойчивости я решил не брать. Я решил, что типа лучше приберечь ресурсы, когда лучше них, когда будет процент неудачи поменьше, а не 40%. То, что 60% у нас типа приедет, это прям реально то, что нам повезти. Ну и в принципе у нас, кстати, достаточно сильно уже использована силовая установка. У нас также... Выбираем, кстати, нового спонсора, что я и говорил. Решил выбрать именно вот этого вот спонсора. В принципе, не такая уж и серьёзная задача. 75 кругов за команду. У нас первый спонсор 50 кругов за команду, другой 75. В принципе, это спокойно делается за практики, квалификацию и гонку. Также ещё, опять-таки, леврея, кастомизация, как я вам и говорил. Я клею сейчас спонсоров. У нас титульный типа спонсора Distraught. Ну и у нас есть ещё два спонсора, которых надо как-то разместить. И, конечно же, я долго думал, где бы их покрасивее разместить. Вот, который второй спонсор, его, мне кажется, надо реально клеить на крыло. Он на крыле достаточно прикольно смотрится. Белый на чёрном. Нормально, короче. Ну и, в принципе, на этом кастомизация окончена. И у нас будет сейчас интервью с Баксоном, который у нас его берёт после Китая у всех по скриптам. Ну и давайте же к нему перейдём. Я оставлю вас на идее. Просто послушайте. Поехали. 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Они нам приедут на следующий этап И уже на следующем этапе мы посмотрим Какие мы будем по характеристикам Ну и в принципе Реально на этом у меня все Всем огромное спасибо за просмотр С вами был Андрюха Рейс Всем удачи, всем пока и до встречи в Нидерландах